Велика и хлебосольна наша Русь-матушка. Умеет работать на земле русский человек. Трудится он во время страды от рассвета до заката. Многие крестьяне в свободное от сельскохозяйственных работ время садились за гончарный круг или лепили бабки. Так называют в Каргополе игрушки. Издавна крестьяне деревень Торопова, Гринёва, Печнякова занимались гончарным промыслом. Места и телесом бедные, с полями сухими, но богатыми глиной, прозвали Каргопольской сушью. Летом гончары работали в поле, а с осени до весны занимались изготовлением глиняной посуды. Готовую посуду отвозили на рынки и ярмарки. За зиму умелый гончар мог сделать от 400 до 800 горшков и выручить за них до 15 рублей. Немалую сумму для того времени. У гончарного круга собиралась вся семья. Мастер горшок ладил, подмастерье глину мял. Кто чему научился, тем и помогал. Сначала глазом, потом показом. Глянька и рукоделие пошло. Было в кривь и в кость, а как заладилась спора, вези в город. Каргопольская посуда пользовалась спросом по всему Паонежью. Ее возили в Архангельск. Большой гончарный торг был в Каргополе. А из остатков глины лепили разные фигурки. Мастера их особо не ценили. Стоили такие игрушки очень мало. Чаще всего их просто раздаривали детям. Некоторые торговцы расписывали свистульки натуральными красками. Мелом, синькой, скобленной ржавчиной и сажей. Поэтому древние каргопольские игрушки были блеклыми и неяркими. Но и такую игрушку использовали как своеобразную рекламу. Ребенок, увидев на прилавке яркую игрушку или услышав переливчатый свист, тянул к ней родителей. Купи, купи свистульку. А взрослые заодно могли приобрести и нужный в хозяйстве горшок, квашню или крынку. Как выглядели средневековые каргопольские игрушки, неизвестно. Археологам удалось найти только одну фигурку коня, которую сделали примерно в 15-16 веках. По ней можно судить лишь о том, что тогда бабки не раскрашивались, отличались простой формой и условностью деталей. Первое упоминание о классических фигурках относится к 70-м годам 19 века. В каждой игрушке история, жизнь и фантазия так перемешались, что сказкой стали «Чего больше не разберешь». Каргопольские игрушки, кони, утушки, кукушки, Вы красивы, вы баски, очень яркие мазки. Вас и радуга, и солнце, яркий цветик на оконце. Вас глазурь и вы глаза, темнорусая коса. Пляшут бабы с мужиками, и гармонь поет басами. Тройка мчится, снег скрипит, в небесах луна блестит. Изображали в основном одиночные фигурки. Женщин в широких юбках-колоколах, Мужчин с окладистыми бородами, Домашних и диких животных, Оленей, медведей, лошадей, коров, птиц. В начале 20 века появились сюжетные глиняные игрушки, Которые показывали сценки из деревенской жизни. Охоту и рыбалку, стирку белья и работу в кузнице, Сбор урожая и праздничное гуляние. Многие фигурки сохраняли оттенок древних верований. Например, женщина с младенцем или с птицей в руках Напоминала старинное изображение матери земли, Олицетворяла плодородие и достаток. Примерно такое же значение имела и фигурка медведя, Популярного героя народных сказок, песен и преданий. Некоторые игрушки изображали фантастических существ. Самый известный из них – полкан или полихан. Некое подобие кентавра, верхняя часть тела у которого человеческая, Нижняя – конская. В самых старых вариантах – собачья. В былинах полкан часто фигурировал как добрый богатырь, Защитник слабых, бедных и обиженных. Бородатого кентавра полкана, народного богатыря, Донесла до нас из древней древности народная мастерица Ульяна Ивановна Бабкина. Маленькая, сухонькая бабушка Ульяна жила в деревне Гринёва в веткой избушке. Всю жизнь лепила глиняные игрушки, да такие, Что слава о них ушла далеко за пределы Каргополья. Сказочного богатыря полкана она запомнила с детства, Когда лепил фигурки её отец. И сама повторяла на загляденье. Многие современные мастера глиняной игрушки Учились у Ульяны Бабкиной забытому ремеслу. Полкан. Похоже на полконя. Кентавр-полкан, то есть по-русски полуконь. А почему же собак до сих пор полканами зовут? Оказывается, в итальянском романе о рыцаре Ланселоте Есть персонаж, собакоголовое чудище, поликана. По-итальянски поликана – полупёс. В XVIII веке в России из итальянского романа Получилась замечательная сказка. Повесть о Бове Королевиче с героем-полупсом-получеловеком. А в народных вариантах этой сказки он превратился в кентавра, Получив понятное русскому слуху имя полкан – полуконь. Так что, учитывая пёсье происхождение имени полкан, Собачья кличка появилась не случайно. Другое необычное существо, которое лепили каргопольские мастера – Тени-толкай, похожий на двухголового коня. Одну голову ему красили в чёрный цвет, Другую – в белый, А между ними сажали длинного всадника. В такую игрушку вкладывали глубокий смысл. Белая сторона Тени-толкая олицетворяла свет, добро и жизнь. Чёрная – зло, тьму и смерть. Всадник между ними воплощал вечное метание человеческой души. Однако некоторые фигурки всё же изображали его прильнувшим к белой половине Тени-толкая, Как бы сделавшим выбор. Традиционно каргопольскую игрушку создавали из цельного небольшого куска глины. Мелкие налепные детали почти не использовали. Лепили только руками, без специальных инструментов. Гончар проминал глину пальцами, выбирал из неё мелкие камушки и непромешанные комки, Чтобы они не испортили готовое изделие. Вылепленные из глины игрушки оглаживали мокрыми руками, Чтобы убрать неровности и придать окончательную форму. Затем их просушивали на ветру и обжигали в печи. До конца XIX века фигурки почти не раскрашивали, Только украшали обварным методом. Сразу после обжига раскалённые изделия погружали в густой мучной раствор. Мука пригорала к поверхности и оставляла необычные тёмные разводы. В конце XIX – начале XX века каргопольские игрушки стали лепить иначе. Теперь их нередко создавали по частям, добавляя мелкие налепные детали. На смену обварной керамики пришла поливная. Перед обжигом изделия обмазывали дёгтем и обсыпали свинцовым порошком. При обжиге свинец плавился, и на поверхности глины получалась красивая зеленоватая глазурь. В то же время мастера начали украшать игрушки росписью – мелом, цветной глиной, сажей, охрой. Всю фигурку целиком белили, чтобы создать фон. Затем намечали лицо или морду, расписывали одежду людей или туловище животных – красными, зелёными, синими, чёрными узорами. Элементы орнамента также происходили из древности. Например, круги, кресты и стрелы олицетворяли солнце и тепло. Прямые или волнистые линии – воду, колосья, зёрна и другие растительные узоры, землю и богатые урожаи. Гончарный промысел в окрестностях Каргополя развивался и процветал вплоть до революции 1917 года. С этого момента он начал постепенно угасать. Спрос на продукцию падал, а новая власть не слишком интересовалась сохранением ремесла как культурного наследия. В 1930-х годах почти не осталось мастеров, которые создавали глиняные игрушки. Изготовление посуды прекратилось ещё раньше. Одним из немногих каргопольских мастеров, которые не бросили ремесло в 1930-х годах, был Иван Дружинин, который, как и Ульяна Бабкина, жил в деревне Гринёва. Его игрушки сейчас считаются классическими. Манера их изготовления больше всего приближена к старинным фигуркам. У них мало деталей, простые и плавные формы, массивное устойчивое основание. Для росписи Дружинин, подобно старинным гончарам, использовал природные красители. Поэтому его изделия раскрашены сдержанными неяркими цветами. В 1967 году под руководством Александра Шевелёва в Каргополе заработал гончарный цех от Архангельского предприятия художественных промыслов «Беломорские узоры». Игрушки, что там лепили, быстро завоевали популярность. Новая каргопольская игрушка стала более сложной, реалистичной и детализированной. Глиняных кентавров, мужиков, баб и диковинных зверей теперь покупают все, кто приезжает в Каргополь. В 2003 году в Каргополе открылся дом Музей земли Шевелёвых – целой династии гончаров-игрушечников, которые занимаются этим ремеслом и по сей день. В музее проводят мастер-классы по лепке и раскрашиванию для всех желающих, а в городской школе искусств детей обучают изготовлению традиционных игрушек. Пригоршню возьму родной землицы, родниковой окроплю водой, я слеплю из глины небылицы собственной мозолистой рукой, просто обожгу в печи, на кухне, там, где в жаре ставят пироги. И когда все угольки притухнут, прошепчу, Господь, обереги, сохрани всю силушку земную, оберег родной земли, нечисть выгони с души любую, одолей их ворь в крови. Я возьму кусок родной землицы, пусть и крохотный комок земли, и пошлю друзьям, что за границей, и живущим землякам вдали. Невозможно представить себе, чтобы этот вид древнего искусства мог совсем исчезнуть. Благодаря многим неравнодушным людям этот промысел сохранен и передается нам, подрастающему поколению. И если ранее ремесло было источником заработка, то теперь это в большинстве случаев способ творческого самовыражения. А для тех, кто желает узнать побольше, как развивалось гончарное ремесло в Каргополе и о каргопольской глиняной игрушкой, мы предлагаем список следующих книг, которые можно взять в библиотеке и почитать. Продолжение следует...